Потому что мы, как сервисная компания, сталкиваемся немножко с другой стороны этого и видим изначальный риск, изначально или в процессе реализации видим риски, которые заказчики не всегда учитывают, либо недооценивают, и это приводит иногда, если не к печальным результатам, то либо к затяжке реализации проекта, либо к каким-то конфликтным ситуациям перед расходом бюджетов и так далее. Итак, первое – это, естественно, недостаточная оценка важности предпроектного этапа. Это то, о чем уже коллеги говорили, это в том числе и тот факт, что зачастую заказчик получил деньги, бюджет готов строить, не знает еще точно, что, как и где, но надо уже вперед бежать реализовывать. Остальные все вопросы подготовки проекта, определение участка, возможности инженерного обеспечения участка, санитарно-защитные зоны, понимание, что конкретно, в каком количестве, где и как будет построено. Это в процессе, делаем формальное задание на проектирование и поехали. Вот этот риск, он неминуемо приведет к тому, что в какой-то момент возникнут корректировки финального результата, и это обязательно приведет к тому, что будут проблемы в дальнейшем реализации проектов. Далее, запараллеливание процессов разработки проектной рабочей документации. Вот мы регулярно сталкиваемся, если вы сегодня помните, в самом начале Татьяна показывала процесс, была у нее схема такая, как реализовывается проект, от сбора исходных данных, подготовки концептуальных решений, проектной документации, экспертиза, подготовка тендерной документации, потом выбор генподрядной организации и разработка рабочей документации. Зачастую, когда заказчик не желает поручать выполнение рабочей документации генподрядчику, а желает это сделать самостоятельно, мы, например, как проектировщики, иногда сталкиваемся с такой ситуацией, что давайте параллельно делаем проектную и рабочую документацию. А то, что там экспертиза вам даст какие-то замечания, ну поправим немного здесь, немного там и так далее. То есть вообще в целом, я немножко вернусь назад, речь идет о том, о попытке срезания углов. Потому что, почему кротовые норы? Опять же, я немножко понял, что не остановился на этом вопросе. Потому что реализация строительного проекта вопрос долгий. Это длительный процесс, который требует определенных шагов, у него есть последовательность действий, которую всегда все инвесторы, заказчики пытаются сократить, миновать и так далее. И вот здесь возникают, собственно говоря, вот эти проблемы, связанные с запараллеливанием определенных проектно-рабочей документации, попыткой убрать лишних участников проекта, когда инвестор или заказчик полагает, что сможет справиться самостоятельно с частью функций, берет на себя функции технического заказчика, либо строительного контроля, и не обладает достаточными компетенциями, и не обладает квалификациями сотрудников необходимой квалификации для этого. С одной стороны, всегда можно понять, что об этом говорят и практики международные, что за границей делают все как-то это быстрее иначе. И, собственно говоря, на самом деле, прелесть развития индустриальных парков в том числе заключается в том, что здесь есть возможная легальная или цивилизованная возможность срезания этих углов. То есть, по хорошему счету, когда инвестор приходит на площадку индустриального парка, он уже готов к тому, что у него, скажем так, большая часть предпроектной подготовки сделана уже за него и подготовленной. То есть, выбрана площадка, к ней подведены коммуникации, подготовлены зонирования площадки, и, соответственно, площадки со своими санитарно-защитными зонами размещены именно так, как они могут быть размещены, и предприятие проблем потом с охранными, санитарными зонами и прочими быть не должно. То есть, есть способ уходить от этих рисков. Это, конечно, развитие индустриальных парков. С другой стороны, это идеальный индустриальный парк, который должен был бы быть. К сожалению, пока еще они не всегда реализовываются в полном масштабе. Иногда это просто есть площадка, получены преференции от государства, а снабжение инженерное, подготовка территорий и так далее, все равно уважиться на инвестора и на арендатора этого индустриального парка. Далее, хотелось бы остановиться на организации проведения тендерной процедуры. Есть еще такой риск, на который часто идут. Это попытка, скажем так, убрать из процесса подготовку тендерной документации. Либо попытка проведения тендера на базе проектной документации. С одной стороны, да, детализация проектной документации по части вида работ, особенно по общестроительным работам, она достаточно детальна для того, чтобы опытный генеральный подрядчик мог сделать справедливую оценку. При этом инженерные разделы на этапе проектной документации разрабатываются достаточно схематично. И здесь есть большой риск того, что на этом этапе, на этапе выбора генерального подрядчика, если это особенно выполняется на базе проектной документации, есть большая возможность недопонимания, либо в дальнейшем для манипуляции генеральным подрядчиком расценками, и начинается бесконечная дискуссия, что это включено, это не было включено, это топ работы и так далее. Собственно говоря, именно поэтому мы рекомендуем, и вот то, что, опять же, сегодня Татьяна показывала, разработку тендерной документации, которая, по большому счету, является более детализированной проектной документацией, где разрабатываются основные объемы, определяются материалы, поставщики, и самое главное, более детально разрисовываются внутренние и наружные инженерные системы. И, да не только инженерные системы, на самом деле, и вообще строительные, потому что отделка та же самая, она, да что отделка, что земляные работы, подготовка площадки, все это на этапе проектной документации дается достаточно укропненно. Дальше, следующий риск, о котором бы хотелось проговорить, это обманутые ожидания. По большому счету, они частично пересекаются с предыдущей тематикой. Это подготовка заданий на проектирование. В принципе, на рынке уже стало не то чтобы модным, а фактически это фактически стандарт, что задание на проектирование проектировщик готовит себе сам. То есть заказчик рассказывает примерно, что он хочет, потом проектировщик выполняет задание на проектирование так, как он это видит. Заказчик внимательно это не изучает и не смотрит, а потом на этапе, когда получает финальный результат, начинается разночтение, что мы хотели совсем не то, совсем не так и так далее. И здесь важный еще элемент, особенно то, что касается промышленных зданий, если в том же ритейле важным, наиболее значимым, скажем так, является понимание якорных арендаторов и концепция общего торгового центра и так далее, то в промышленности король всего – это технология, скорее даже королева. И точное понимание технологий и технологических поставщиков, и желательно, конечно, желательно оборудование, потому что любой проектировщик всегда просит у заказчика, какое вы будете оборудование применять, какая технологическая линия будет. И это всегда большой вопрос, потому что в большинстве случаев заказчики отвечают, что мы еще ее не купили, оборудование когда купим, тогда у вас будет вся информация техническая, на паспорта и так далее. А получается ситуация таким образом, что проектировщики проектируют подготовку под технологическую линию, подводят инженерные сети, фундаменты, а в последний момент, когда уже реально получают реальную техническую информацию на поставляемое оборудование, то вдруг оказывается, что все не бьется, что тут чуть-чуть поменялись, что та технология, которую мы закладывали в проекте, уже снята линейка оборудования, уже снята с производства и так далее. И начинается корректировка задания на проектирование фактически в процессе проекта. И здесь очень важный момент. Поменять в середине процесса принципиальные решения очень трудно, а в конце практически невозможно. И здесь закладываются дополнительные риски, которые связаны еще и с тем, что возникает человеческий фактор, что в одном месте поменяли, а в другом забыли, не увидели, и какие бы прекрасные проектировщики, и какие бы прекрасные, сколько бы не было многоступенчатых проверок, технических заказчиков и так далее, все равно возникают вопросы, которые, если бы они были изначально объявлены и неизменимы, то все это можно было предусмотреть с самого начала. Когда в процессе реализации проекта меняются несколько раз так называемые хотелки, меняется чуть-чуть концепция, меняется немного финальный продукт, то каждый раз возникают проблемы того, что возникают коллизии, что-то не предусмотрели, где-то не увидели, ну и так далее. Есть также еще важный элемент рисков, это упрощенное понимание распределения ответственности между участниками проектов. То есть гипотетически изначально мы все понимаем, что делает трактировщик, что делает технический заказчик, что делает генподрядчик, а еще иногда возникает индустриальный парк в виде арендодателя. Здесь есть очевидный инструмент, который всегда работает, но далеко не всегда применяется. Это разделительная ведомость. С самого начала, это должно быть проработано с самого начала, на самом первоначальном этапе, разделительная ведомость между всеми участниками проекта. Кто за что отвечает. Потому что в дальнейшем, если это не определено, это значит, не отвечает все, и это также значит, что это не отвечает никто. И на фоне этого всегда возникают дополнительные конфликты, переговоры, и все это дело не приводит к хорошему результату. Также важный момент, когда со стороны заказчика должен быть обязательно профильный специалист. То есть специалист, руководитель проекта, который будет знать, какой результат ему нужен, что он хочет в итоге получить от этого строительного проекта, к чему он стремится, когда со стороны вопроса, которые должны быть в плане принятия решений и представления информации со стороны заказчика будут предоставлены. И тот человек, который может принять на себя ответственность за все это. Мне тут подсказывают, что он мне даже не показывает. Я прошу прощения, чуть сбился. Отсутствие в команде заказчика такого специалиста, либо это может быть наемная организация, либо наемный сотрудник, видеть тех заказчика, пилота, как угодно. Но те, кто понимают реально в строительном бизнесе и понимают, как развивается строительный проект, что от кого они имеют право требовать, и что со своей стороны они готовы и могут предоставить. Точно так же речь идет и об ответственности заказчика. Этот важный элемент, который зачастую все забывают. Подход часто бывает такой, мы заказчик, мы платим деньги, все остальные нам должны. Все, разумеется, должны, но это игра в двое ворот, и есть определенные обязанности со стороны инвестора и заказчика, за которые тоже он несет ответственность. И это важный элемент, потому что если ответственность никто не несет, тогда получается зачастую лебедь, рак и щука, когда все идут в разные стороны, и финальный результат недостижим. Либо он достигается таким образом, который никому не интересен. Дальше хотелось бы в двух словах остановиться на такой теме, как бюджетная ловушка. Бюджетная ловушка, это вы, наверное, знаете, часто бывает такая ситуация, особенно в крупных компаниях, когда вначале утверждается бюджет, а потом реально начинается расцениваться сам проект, сколько он стоит, когда он должен быть реализован, и так далее. Бюджетная ловушка, на самом деле, это может быть как бюджетная, это не только денег касается, это также касается графиков. Зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, когда из-за производственных необходимостей, особенно когда речь идет о расширении производства, уже действующего производства, высшее руководство поставило задачу и уже заключило какие-то договоры на реализацию дополнительной продукции, и через полтора года у них уже заключены контракты, и должна продукция выдаваться, но подготовленный период либо затянут по внутренним причинам инвестора, и в какой-то момент оказывается так, что срок дедлайна остается, и надо продать кому-то эти риски. И эти риски часто пытаются продать, естественно, кому, ну, следующим участникам проекта, проектировщикам, техзаказчику и так далее. И здесь есть момент такой, что если риски проектировщик на себя принимает, то, что он должен сделать проект не за нормированное время, за реалистичное время, а с учетом потерянных сроков до этого по внутренним причинам заказчика, бывают ситуации, когда покупают эти риски проектировщики, и потом, ну, куда кривая его видит из этой серии. А бывает, когда они покупают. Но поскольку, конечно, мы сейчас живем непростое экономическое время, и это на рынке бывает под бесконечное количество раз, мы с этим встречаемся, что трудно отказаться от соблазна и не заключить интересный договор, а то, что касается сроков, ну, обсудим потом. И в итоге, по факту, это становится риском для инвесторов в первую очередь. И необходимо понимать, что сроки, они вот те, какие есть, и их можно плюс-минус что-то пытаться запараллелить, пытаться запараллелить процессы, но принципиально ускорить их не получится. То же самое касается и бюджета. Зачастую вот бюджет утвержден, надо построить. А бюджет, когда считали, не все приняли во внимание. Масса факторов, которые не принимают во внимание. Вопросы, связанные с подготовкой площадки, с возможными обременениями на площадку, с возможным, с массой чего, с возможным подражанием материалов. Об этом дальше тоже буду рассказывать, потому что, опять же, проблема развития строительного проекта в том, что он длительный. И это повышает большое количество рисков. Риски, связанные с кем угодно. Это могут быть и с проектировщиками, это могут быть с подражанием материалов, с тем, с чем сейчас в этом году столкнулись. Могут быть связанные с изменениями в самой технологии развития и строительства предприятия. Особенно, когда мы говорим про промышленные предприятия, планировали одну технологию, через два года уже обновилась линейка и, возможно, спрос на конкретно эту технологию уже нет. Нужно покупать другую, менять и так далее. Вот эти вопросы, их надо смотреть немножко вперед, все время пытаться прогнозировать. Фактически, ситуация с бюджетной ловушкой, почему ее так называем, заключается в том, что в какой-то момент бюджет утвержден, а по факту на то, что надо построить, его уже не хватает. И дальше возникают проблемы и вопросы, кто возьмется это построить и что построить за те деньги, которые есть. Потому что бюджеты, которые планируются надолго, надолго вперед, их очень непросто у руководящего состава, особенно это касается международных компаний, их очень непросто, скажем так, изменить, попросить дополнительное финансирование, даже если это объективно, объективные причины на то есть. Поэтому здесь надо быть аккуратно, со своей стороны, чтобы мы могли рекомендовать. Первое, бюджет необходимо обновлять регулярно на каждой фазе реализации проекта. То есть понятно, что первичный есть бюджет, который разрабатывался на этапе даже не концепции, а может быть подготовки концепции, ну или хотя бы должен быть какой-то предварительный концепт разработан по укрупненным показателям и так далее. И понятно, что у такого бюджета, у него в нормальной ситуации 15-20% отклонения, это минимум. То есть закладывается на него не менее 15-20% на непредвиденные обстоятельства. И далее на каждом этапе, на реализации стадии П, бюджет обновляется, уточняется. Да, нет. Дальше на подготовке тендерной документации еще раз бюджет обновляется, проводится тендер, смотрятся реальные предложения от участников тендера. И уже на базе этого есть понимание, что да, бюджета достаточно, проведены переговоры с генподрядчиком, со всеми, и проект будет реализован в необходимые сроки. Ну и далее, на самом деле, в процессе проведения строительства, да, понятно, уже все контракты подписаны, и все реализовывается. Тем не менее, следить за бюджетом и предвидеть вперед необходимо. И здесь это очень важный вопрос. Ну и черные лебеди. Это хотелось рассказать о нескольких... Фактически это форс-мажоры, которые не совсем являются форс-мажорами. С учетом длительности, опять-таки, развития строительного проекта, последнее то, что приходит на ум, это вот ковид, который никто не ждал, и в результате строительства ряда проектов было заторможено, потому что никто не понимал, как долго продлятся карантин. Большое количество рабочих просто вначале пропало, и кто-то заканчивал стройку, кто-то нет. В общем, все вопросы, связанные с ковидом, этого предвидеть никто нигде не мог, но это, опять-таки, один из рисков, и необходимо закладывать какое-то хеджирование этих рисков, что это может быть. Так же, как и финансовый кризис, который у нас практически каждые 10 лет встречается. В этом году это резкое подорожание материалов. Никто не мог, может быть, кто-то и мог, но никто особо не предвидел такого значимого подорожания. Один металл подорожал на 40% и более, а следом за ним подорожало все остальное, и дерево, и миноватое, и утеплитель. Ну, все, подорожало все. И как это предвидеть, и готовность всего этого. Здесь вопрос только, опять-таки, возвращается к тому, что должно быть обязательно определенный резерв в бюджете, потому что такие нежданные форс-мажоры, они, безусловно, очень могут значимо повлиять на реализацию проекта. Ну, для международных заказчиков также есть такая тема, как требования страховых компаний. В принципе, по-хорошему, конечно, они их знают с самого начала. Эти требования, если они есть, это требования могут также касаться и требований по зеленому строительству, то, что Ксения рассказывала, по Бриам, Лилит. Это могут быть требования страховых компаний по подготовке по пожарной безопасности. И там совсем другие, более жесткие требования по, это может быть, АКСА, ну, стандартно это АКСА или ФМГлобал по сертификации систем пожарной безопасности. Равно как изменение законодательства, здесь важный элемент. Вот несколько раз сталкивались с такой ситуацией, проект реализовывается достаточно долгое время, и в процессе успели или не успели зайти в экспертизу. Грубо говоря, проект делали по старому нормам, и знаем, что через 2-3 месяца меняется законодательство. И вот надо в кровь из носа зайти в экспертизу до изменения законодательства, либо придется переделывать проект по более жестокие нормы, жесткие. Будет не жестокие, жесткие. Что еще? Да, обязательно, ну, это опять же связано с финансовым кризисом, это увеличение стоимости валютно-зависимых товаров. В последнее время с учетом импортозамещения стало достаточно популярно использовать отечественную продукцию. И это все прекрасно, но, тем не менее, необходимо понимать, что часто бывает и в отечественной продукции большая доля именно валютно-зависимых товаров. И здесь надо понимать, что это тоже риск, который на реализацию строительного проекта значимо влияет. Также касается смена подрядчиков в процессе реализации проектов. Значит, то, что касается смены подрядчиков. Здесь вопрос очень интересный. Ну, возникают конфликтные ситуации, подрядчики взяли на себя обязательства, которые не могут реализовать. И вот здесь всегда такая дилемма остаться с подрядчиками, но попытаться их домучить, чтобы они доделывали все, что необходимо, либо его менять. В какой момент этот вопрос решать и делать? Потому что любая смена подрядчиков, особенно, когда это касается уже даже не проектировщика или техзаказчика, а в первую очередь, когда это касается генподрядчика, это вопрос при остановке проекта. Здесь необходимо всегда смотреть баланс, что важнее. Важнее уходить в дискуссии, возможно, в судебное разбирательство с подрядчиками и параллельно пытаться реализовать с другими компаниями до конца проект, либо альтернативно попытаться найти консенсус и уже реализовать хотя бы часть проекта, то, что можно реализовать с существующим генподрядчиком, либо то же самое касается, в принципе, и проектировщиков, и технического заказчика, если совсем нет непримиримых расхождений. И еще один вопрос по поводу доступности стоимости рабочей силы. Опять-таки, последствием ковида стало то, что, ну, во многом, во-первых, закрыли границы, многих мигрантов выслали, и сейчас столкнулись с тем, что не хватает, очень резко возросла не только стоимость материалов, но и стоимость рабочей силы, как стоимость механизмов, так и стоимость рабочей силы, и дефицит. В связи с этим в некоторых регионах есть реальный дефицит, и это касается не только, кстати говоря, рабочей силы, опять-таки, но и материалов. Они не только выросли, но их и недостаточно, потому что сейчас, если раньше можно было заказать материалы много где, то теперь ряд позиций даже по таким, казалось бы, независимы никак от ситуации за границей, вопросам, связанных с поставками металлоконструкции или железобетонных изделий, и тем не менее на железобетонных заводах есть и дефицит материалов, и большая загруженность, и поэтому приходится становиться в очередь. Вот все это необходимо учитывать. Наверное, я буду заканчивать. Да. Поэтому все это необходимо учитывать, приоритет строительных проектов. Ну и хотелось бы некие рекомендации дать. Первое, да, это необходимо останавливаться на внимательной, детализированной, изначальной подготовке, концептуальных решений, заданий, проектирования до момента входа в начало реализации проекта. Так же, как и понимание детального описания будущего проекта, всей технологии, технологического оборудования и так далее. Заготовка, подготовка, определение. Ну, это касается, скорее, заданий на проектирование, поставщиков материалов, оборудования. Ну, как для общестроительных их не так много, это скорее больше касается инженерных разделов. Ну и то, о чем уже говорили раньше, это согласование схемы общения между участниками проектов. Пожалуй, все. Я закончу. Если есть вопросы, пожалуйста. Андрей, большое вам спасибо. Коллеги, дорогие участники, есть ли вопросы к Андрею, к теме его выступления? Пожалуйста, фиксируйте. Вижу в чате, что поступают уже вопросы к предыдущим спикерам. Пожалуйста, все фиксируйте, все записывайте. Мы обязательно обработаем любой ваш вопрос.